Книга Исфирь. Глава первая. Иерусалима с Иихонией, царем иудейским. Сон же его такой. Вот ужасный шум грома землетрясения и смятения на земле. И вот вышли два больших змея, готовые драться друг с другом. И велик был вой их. И поводью их все народы приготовились к войне, чтобы поразить народ праведных. И вот день тьмы и мрака, скорбь и стеснение, страдания и смятения великое на земле. И смутился весь народ праведных, опасаясь бед себе. И приготовились они погибнуть. И стали взывать Господу. От вопля их произошла как бы от малого источника великая река с множеством воды. И воссиял свет и солнце. И вознеслись смиренные и истребили тщеславных. Мардахей, пробудившись после этого сновидения и изображавшего, что хотел Бог совершить, содержал этот сон в сердце и желал уразуметь его во всех частях его до ночи. И пребывал Мардахей во дворце вместе с Гавафой и Фарой и двумя царскими евнухами, оберегавшими дворец. И услышал разговоры их. И разведал замыслы их. И узнал, что они готовятся наложить руки на царя Артаксеркса. И донес они их царю. А царь пытал этих двух евнуков. И когда они сознались, были казнены. Царь записал эти события на память. И Мардахей записал об этом событии. И приказал царь Мардахею служить во дворце. И дал ему подарки за это. При царе же был тогда знатен Аман, сын Амадафов, вугиянин. И старался он причинить зло Мардахею и народа его за двух евнуков царских. И было после всего во дне Артаксеркса этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии и до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, в городе престольном. В третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войск персидского и медийского войска и для правителей областей своих. Показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего, в течение многих дней, 180 дней, по окончании сих дней, сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого. Пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные весонными и пурпурными шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложи были на помосте, усланном камнями зеленого цвета, и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценой в 30 тысяч талантов, и вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегумаму, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу, семи евнухам, служившим перед лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царису Астинь перед лицом царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались перед всеми знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мимухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону царицу Астинь за то, что она не сделала послов царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мимухан перед лицом царя и князей, не пред царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел привезти царицу Астинь перед лицо свое, а она не пошла. А теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское повеление, постановление, и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить перед лицо царя Артаксеркса. А царское достоинство ее царь передаст другой, который лучше ее. Когда услышат о всем постановлении царя, который разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно было слово сие в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мимухана, и послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Исфирь, глава 2. После всего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определенно о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем. Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь-наблюдателя во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц с красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзор гигая царского евнуха, стража дома, и пусть бы выдавали им притирания и прочее, что нужно. И девице, которая понравится глазам царя, пусть будет царицой вместо Астинь. Астинь. Она же Исфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее, Мардахей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы, под надзор гигая, тогда взята была Исфирь в царский дом под надзор гигая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание, и все назначено на счастье ее. И приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней, из дома царского. И переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Исфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведаться о здоровье Исфири и о том, что делается с нею. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжалось дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю, чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский, под надзор Шаагаза, царского евнуха, стража наложниц. И уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Исфири, дочери Аминадава, дяди Мардахея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж, жен. И приобрела Исфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Исфирь к царю Артоксерцу в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тибефе, в седьмой год его царствования. И полюбил царь Исфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее, и сделал ее царицею на место остинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих, и для служащих при нем. Пир ради Исфири, и сделал льготу областям, и раздал дары царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были и девицы, и Мардахей сидел у ворот царских, Исфирь все еще не сказывал о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардахей. А слово Мардахей Исфирь выполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардахей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились на то, что предпочтен был Мардахей, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардахей сообщил царице Исфири, а Исфирь сказала царю от имени Мардахея, дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардахея в книгу дневных записей у царя. Исфирь, глава 3. И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает сниз перед ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожим наложить руку на одного Мардахея. Но так как сказали ему из какого народа Мардахея, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардахеев. И сделал совет в первый месяц, который есть месяц Ниссан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жеребий, перед лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, чтобы в один день погубить народ Мардахеев. И пал жеребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы нести в казну царскую. Тогда снял царь персень свой с руки своей, и отдал его Аману сыну Амадафову геянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царю Аману, а отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним как тебе угодно. И призваны были писцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, от области Индийской до Эфиопии, над 127 областями. И князьям у каждого народа, в каждую область, письменами ее, и каждому народу на языке его, все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перснем. И постны были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день, двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Вот список с этого письма. Восстановить желаемый для всех людей мир. Когда же я спросил советников, каким бы образом привести это в исполнение, то отличающийся у нас мудростью и пользующийся неизменным благоволением и доказавший твердую верность и получивший вторую честь по царе Аман, Он объяснил нам, что во всех племенах вселенной замешался один враждебный народ, по законам своим, противный всякому народу, постоянно пренебрегающий царскими повелениями, дабы не благоустроялось безукоризненно совершаемое нами самоуправление, соуправление. Итак, узнав, что один только этот народ всегда противится всякому человеку, ведет образ жизни чуждой законом и противясь нашим действиям совершает величайшее злодеяние, чтобы царство наше не достигло благосостояния, Мы повелели указанных вам в грамотах Амана, поставленного над делами и второго отца нашего, всех с женами и детьми, всецело истребить вражескими мечами, без всякого сожаления и пощады, в тринадцатый день двенадцатого месяца Адара настоящего года, Чтобы эти и прежде, и теперь враждебные люди, бы в один день насильно низвергнуты в преисподнюю, не препятствовали нам в последующее время проводить жизнь мирно и безмятежно до конца. Список с указа отдать каждую область, как закон объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, в престольном городе. И царь и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Исфирь, глава 4. Указ его было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Исфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардахей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Исфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардахею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мардахею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказала ему Мардахея обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, который обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в сузах, об истреблении их, чтобы показать Исфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой, вспомнив дни смирения своего, когда она воспитывалась под рукою моею, потому что Аман, второй по царе, осудил нас на смерть. И что призвала Господа, и сказала она царю, да избавить нас от смерти. И пришел Гафах и пересказал Исфири слова Мардахея. И сказала Исфирь Гафаху, и послала его сказать Мардахею, все служащие при царе и народе в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд, смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю, вот уже тридцать дней. И пересказали Мардахею слова Исфири. И сказал Мардахея в ответ Исфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты, дом отца твоего, погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? И сказала Исфирь в ответ Мардахею, пойди собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте, не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю. Хотя это против закона. И если погибнуть, погибну. И пошел Мардахей, и сделал, как приказала ему Исфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни, и говорил, Господи, Господи, царю, вседержитель, все в твоей власти, и нет противящегося тебе, когда ты захочешь спасти Израиля. Ты сотворил небо и землю, и все дивное в поднебесной. Ты Господь всех. И нет такого, кто воспротивился бы тебе, Господу. Ты знаешь все. Ты знаешь, Господи, что не для обиды, и не по гордости, и не по тщеславию я делал это, что не поклонялся тщеславному Аману. Ибо я охотно стал было бы взять следы ног его для спасения Израиля. Но я делал это для того, чтобы не воздать славы человеку выше славы Божией, и не поклоняться никому, кроме тебя, Господа моего. И я не стану делать этого по гордости. И ныне, Господи, Божий Царь, Божий Авраамов, пощади народ твой, ибо замышляют нам погибель, и хотят истребить изначальное наследство твое. Не презрежь достояния твоего, которое ты избавил для себя из земли египетской. «Услышь молитву мою, и умилосердие над наследием твоим, обрати сетование наше в веселье, дабы мы, живя, воспевали имя твое, Господи, и не погуби уст прославляющих тебя, Господи. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была перед глазами их. И царица Испирь прибегла к Господу, объятая смертной горестью, и, сняв одежду славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования, и вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими. И молилась Господу Богу Израилеву, говоря, Господи мой, ты один царь наш, помоги мне, одиноко и не имеющий помощника, кроме тебя, ибо беда моя близ меня. Я слышала, Господи, от отца моего, в родном колене моем, что ты, Господи, избрал себе Израиля и всех народов и отцов наших, и всех предков их, в наследие вечное, и сделал для них то, о чем говорил им. И ныне мы согрешили пред тобою, и предал ты нас в руки врагов наших за то, что мы славили богов их, праведен ты, Господи, а ныне они не удовольствовались горьким рабством нашим, но положили руки свои в руки идолов своих, чтобы не спровергнуть заповедь уст твоих, и истребить наследие твое, и заградить уста воспевающих тебя, и погасить славу храма твоего и жертвенника твоего, и отверсти уста народов на прославление тщетных богов, и царю плотскому величаться вовек. Не предай, Господи, скипетра твоего богам несуществующим, и пусть не радуются падению нашему, но обрати замысел их на них самих. Наветника же против нас предай позору. Помяни, Господи, яви себя нам во время скорби нашей, и дай мне мужество. Царь богов и владыка всякого начальства, даруй устам моим слово благоприятное перед этим львом, и исполни сердце его ненавистью к преследующим нас, на погибель ему единомышленникам его. Нас же избавь рукою твоею, и помоги мне, одиноко и не имеющий помощника, кроме тебя, Господи. Ты имеешь ведение всего и знаешь, что я ненавижу славу беззаконных, и гнушаясь ложа необрезанных, и всякого иноплеменника. Ты знаешь необходимость мою, что я гнушаю знака гордости моей, который бывает на голове моей во дни появления моего. Гнушаюсь его, как одежда, оскверненной кровью, и не ношу его в одни уединения моего. И не вкушала раба твоя от трапеза Аманы, и не дорожила пиром царским, и не пила вина идола жертвенного. И не веселилась, раба твоя, со дня перемены судьбы моей до ныне, кроме как о тебе, Господи, Божий Авраамов, Божий, имеющий силу над всеми. Услышь голос безнадежных, и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего. Исфирь. Глава пятая. На третий день Исфирь, перестав молиться, сняла одежды сетования и оделась по-царски, и, сделавшись великолепную, призывая всевиться Бога и Спасителя, взяла двух служанок и на одну опиралась, как бы предавшись неге, а другая следовала за нею, поддерживая одеяние ее. Она была прекрасна во цвете красоты, своей лицо ее радостно, как бы исполненное любви, но сердце ее было стеснено от страха. И стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом, облеченный во все одеяние величия своего, весь в золоте и драгоценных камнях, и был весьма страшен. Когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, обратив лицо свое, пламеневшее славою, он взглянул с сильным гневом, и царица упала духом, и изменилась в лице своем от ослабления, и склонилась на голову служанки, которая сопровождала ее. И изменил бог дух царя на кротость, и поспешно встал он с престола своего, и принял ее в объятия свои, пока она не пришла в себя. Потом он утешил ее ласковыми словами, сказав ей, что тебе, Исфирь, я брат твой, ободрись, не умрешь, ибо наше владычество общее, подойди. И простер царь Исфирь и золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Исфирь, и коснулась конца скипетра, и положил царь скипетр на шею ее, и поцеловал ее, и сказал, — Говори мне, — и сказала она, — я видела в тебе, господин, как бы ангела Божия, и смутилось сердце мое от страха перед славой твоею, ибо дивен ты, господин, и лицо твое исполнено благодати. Но во время беседы она упала от ослабления, и царь смутился, и все слуги его утешали ее, и сказал ей царь, — что тебе, цариса Исфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе? И сказала Исфирь, — ныне у меня день праздничный, если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему. И сказал царь, — сходите скорее за Аманом, чтобы сделать послово Исфири. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Исфирь, и сказал царь Исфири при питье вина, — какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена. И отвечала Исфирь и сказала, — вот мое желание, моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардахея у ворот царских, и тот не встал, и с места не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардахея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман, да и царица Исфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я звон к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня. Да коли я вижу Мардахея иудеянина, сидящего у ворот царских. И сказала ему Зереш жена его и все друзья его, Пусть приготовит дерево вышиной в пятьдесят локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардахея на нем. И тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману. И он приготовил дерево. Исфирь глава шестая. В ту ночь Господь отнял сон от царя. И он велел слуге принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мардахея на гавафу и фару двух евнухов царских оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь, какая дана почесть и отличие Мардахею за это. И сказали отроку царя, служившее при нем, ничего не сделано ему. Когда царь расспрашивал о благодеянии Мардахея, пришел на двор Роман. И сказал царь, кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардахея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, вот, Аман стоит на дворе. И сказал царь, пусть войдет. И вошел Аман. И сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня. И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь. Аман возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне, на городскую площадь, и провозгласят перед ним, «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью!» И сказал царь Аману, «Хорошо ты сказал. Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахея и удеяния, но сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облек Мардахея, и вывел его на коне, на городскую площадь, и провозгласил перед ним, «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью!» И возвратился Мардахея к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. И пересказал Аман зарежь жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и зарежь жена его, «Если из племени иудеев Мардахея, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним, ибо с ним Бог живой». Они еще рассказывали, разговаривали с ним, как пришли евнух и царя, и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Исфирь. Исфирь, глава 7. «И пришел царь с Аманом пировать у Исфири царицы. И сказал царь Исфири, так же и в этот второй день, во время пира, «Какое желание твое, царица Исфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала царь Исфирь и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, пожеланию моему, и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы были проданы в рабство и рабыне, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксерс и сказал царице Исфирь, «Кто это такой, и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Исфирь, «Враг и неприятель — этот злобный Аман!» И Аман затрепетал перед царем и царицей, и царь встал во гневе своем Спирре и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Исфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом Пирра, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь, и сказал царь, «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня!» Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбон один из евнухов при царе, «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиной в пятьдесят локтей». И сказал царь, «Повесьте его на нем!» «И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея, и гнев царя утих». Исфирь, глава восьмая. В тот день царь Артаксеркс отдал царису Исфири дом Амана, врага иудеев. А Мардахей вошел перед лицо царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардахею. Исфирь же поставила Мардахея смотрителем над домом Амана. И продолжала Исфирь говорить перед царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана-Бугиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Исфири золотой скипетр, и поднялась Исфирь, и стала перед лицом царя. И сказала, если царю благоугодно, и если я нашла благоволение перед лицом его, и справедливо делась ей перед лицом царя, и нравлюсь я отчам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана сына Амадафа-Бугиянина, писанное им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих? И сказал царь Артаксер к царице Исфири и Мордохе и иудеянину, вот, я дом Амана отдал Исфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить. И поздно были тогда царские писы в третий месяц, то есть в месяц Сиван. В двадцать третий день его и написано было все так, как приказал Мордохей, к иудеям, и к сатрапам, и областям начальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии. Ста двадцати семи областей, в каждую область, письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их, и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских, о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, список с этого указа следующий. Великий царь Артаксеркс, начальствующим от Индии до Эфиопии над ста двадцатью семью областями и властителем, доброжелательствующим нам радоваться. Многие по чрезвычайной доброте благодетели, щедро награждаемые почестями, чрезмерно возгордились. И не только подданным нашим ищут причинить зло, но, не могши насытить гордость, покушается строить козни самим благодетелем своим, не только теряя чувство человеческой признательности, но, кищаясь надменностью безумных, преступно думает избежать суда, все и всегда видящего Бога. Но часто и многие, будучи облечены властью, чтобы устроять дела доверивших им друзей, своим убеждением делает их виновниками пролития невинной крови и подвергает неисправимым бедствиям, хитросплетениям, коварной лжи, обманывая непорочные благомыслия державных. Это можно видеть не столько из древних историй, как мы сказали, сколько из дел, преступно совершаемых перед вами злобою, недостойно властвующих. Посему нужно озаботиться на последующее время, чтобы нам устроить царство безмятежным для всех людей в мире, не допуская изменений. Но, представляющиеся дела, обсуждая с надлежащей предусмотрительностью, так Амана Мадафов Македонянин, поистине чуждый персидской крови и весьма далекий от нашей благости, быв принят у нас гостем, удостоился благосклонности, которую мы имеем ко всякому народу настолько, что был провозглашен нашим отцом и почитаем всеми, представляя второе лицо при царском престоле, но не умерив гордости, замышлял лишить нас власти и души, а нашего спасителя и всегдашнего благодетеля Мардахея и непорочную общницу царства Исфирь со всем народом их домогался разнообразными коварными мерами погубить. Таким образом он думал сделать нас безлюдными, а державу персидскую передать македонянам. Мы же находим иудеев, осужденных этим злодеем на истребление, не зловредными, а живущими по справедливейшим законам, сынами Вышнего, величайшего живого Бога, даровавшего нам и предкам нашим царство в самом лучшем состоянии. Посему Вы хорошо сделаете, не приводя в исполнение грамот постных Аманом Амадафовым, ибо он, совершивший это при воротах с узких повешен со всем домом, по воле владычествующего всем Бога, воздавший ему скоро достойный суд. Список же с этого указа, выставив на всяком месте открыто, оставьте иудеев пользуясь своими законами и содействуйте им, чтобы восстававшим на них во время скорби они могли отомстить в 13 день 12 месяца Адара, в самый тот день, ибо владычествующий над всем Бог вместо погибели избранного рода устроил им такую радость. И Вы, в счастливе знаменитых праздников Ваших, проводите сей знаменитый день со всем весельем, дабы и ныне, послепамятно, было спасение для нас и для благорасположенных к ним персов и погубления строивших нам козни. Всякий город или область вообще, которая не исполнит всего нещадно, опустошится мечом и огнем и сделается не только необитаемо для людей, но и для зверей и птиц навсегда отвратительную. Список сего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скорой поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, в престольном городе. И Мардахей вышел от царя в царском одеянии яхонтово и белого цветов, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Исфирь, глава 9. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в котором пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеи взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих. И никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардахеем. Ибо велик был Мардахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардахей поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах в городе престольном умертвили иудеи и погубили пятьсот человек, и Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалию, и Аридафу, и Пармашфу, и Аресае, и Аридаеве, и Зафу. Десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о счисле умерщенных в Сузах в престольном городе. И сказал царь, царица Исфири, «В Сузах в городе престольном умертвили иудеи и погубили пятьсот человек, и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено? И какая еще просьба твоя, она будет исполнена?» И сказал Исфирь, «Если старю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И приказал царь сделать так. И данный это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также в четырнадцатый день месяца Адара, и умертвили в Сузах триста человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих. И умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в тринадцатый день месяца Адара, а в четырнадцатый день всего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собирались тринадцатый день его и в четырнадцатый день его, а в пятнадцатый день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи, сельские, живущие в селениях открытых, проводят четырнадцатый день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. Живущие же в митрополиях в пятнадцатый день Адара проводят в добром веселье, посылая подарки ближним. И описал Мардахей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его. Как таких дней, в которые иудеи сделали спокойно от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетывание в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршество и веселье, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардахей написал к ним, как Аман сыном Адафа Вагиянина, враг всех иудеев, думал погубить иудеев, и бросал пур, жребий, об истреблении и погублении их. И как Сисфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на головы его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, жребий, ибо на языке их жребий называется Пурим. Поэтому согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели, до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня под предписанным о них и в свое для них время каждый год. И чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также цариса Исфирь, дочь Абихаила, и мордахи иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерксова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое уставил о них мордахей иудеянин, и цариса Исфирь, и как они сами назначили их для себя и для детей своих, и в дни пощения и вопли. Так повеление Исфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Исфирь, глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела, силы его и могущества его, и обстоятельные показания о величии Мардахея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей Мидийских и Персидских. Равно как и то, что Мардахей иудеянин был вторым по царю Артаксерксе, и великим у иудеев, и любимому множество братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. И сказал Мардахей, от Бога было это, ибо я вспомнил сон, который я видел о сих событиях. Не осталось в нем ничего не исполнившимся. Малый источник сделался рекою, и был свет и солнце, и множество воды. Эта река есть Исфирь, который взял себе в жену царь и сделал царицей, а два змея это я и Аман. Народы это собравшиеся истребить имя иудеев, а народ мой это израильтяне, воззвавшие к Богу и спасенные. И спас Господь народ свой, и избавил нас Господь от всех сих зол, и совершил Бог знамения и чудеса великие, какие они бывали между язычниками. Так устроил Бог два жеребия, один для народа Божия, а другой для всех язычников. И вышли эти два жеребия в час и время и в день суда перед Богом и всеми язычниками. И вспомнил Господь о народе своем, и оправдал наследие свое, и будут праздновать все эти дни месяца Адара в 14-15 день этого месяца с торжеством и радостью и весельем перед Богом в роды вечные в народе его Израиля. Четвертый год царствования Птоломея и Клеопатр до Сефея, который, говорят, был священником и левитом. И Птоломей, сын его, принесли в Александрию это послание о Пуриме, которое, говорят, истолковал Лисимах, сын Птоломея, бывший в Иерусалиме. Продолжение следует...